Посмотрим чат. Есть вопросы? Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, значит или все понятно, или ничего не понятно. Поехали далее. Когда перейдем к практической работе. Сейчас перейдем, наверное, про иерархию с джуниора до синьора. И что это такое? Кстати, да. То есть, кто не знает, что такое джуниор, что такое синьор, объясню. То есть, джуниор это младший. То есть, если кто смотрел Breaking Bad, там было два Уолтера Уайта. То есть, одного просто звали джуниор, который ходил с костылями. То есть, тот был джуниор, младший. Синьор это, соответственно, старший. Вот и все. То есть, джуниор это младший разработчик. Синьор это старший разработчик. Еще есть, правда, у меня встречалось такое в вакансиях в Новой Зеландии Intermediate или как-то так они писали. То есть, это означает, что им джуниор не нужен, что денег синьора они тоже платить не готовы. То есть, им нужен кто-то с опытом, но не такой, чтобы джуниор. Но и не синьор, потому что синьор стоит очень дорого. Мы вот хотим и рыбку съесть, и яблочко вкуснуть. Хочется кодить уже людям. А джуниор и синьор отличаются по задачам? Конечно, отличаются. И компании это очень сильно понимают. Потому что, если поставить джуниора на выполнение какой-нибудь задачи, более-менее такой, скажем, даже средней сложности, то джуниор обычно все сделает не так. Ну, это на самом деле нормально. Просто джуниора нужно направлять. И, соответственно, джуниор сам не занимается тем, что он направляет. А вот синьора, он, сеньор-девелопер, он обычно направляет джуниоров и смотрит за ними, чтобы они все правильно делали. Работодателя не будет напрягать отсутствие образования профильного. Ну, во-первых, вы можете всегда сказать, что у вас профильное образование есть. Потому что вы так считаете, что у вас есть профильное образование и это не ваша задача оценивать профильное образование. Вот вы так считаете. Если хотите, то пусть оценивает кто-нибудь другой. Вы можете сказать, что у вас есть профильное образование, вы считаете так. Ну, на самом деле, сколько я работал, никто про диплом никогда не спрашивал. То есть, вообще никогда. И на это никто не смотрел. И вообще, на будущее, если вы будете составлять свое резюме, имейте в виду, что резюме это не анкета, а рекламный проспект. Поэтому составляйте его так, как рекламный проспект. Если что-то у вас туда не подходит, просто не пишите и все. Или напишите так, как вы считаете. Рекомендации по окончанию курса, да. То есть, это очень важная, на самом деле, вещь. И вообще, вам на будущее. Найти работу с рекомендациями намного проще, если вы рассылаете не только резюме, но и сразу рекомендации. Очень сильно повышает шанс. Особенно, если рекомендации из какой-нибудь хорошей компании. На Odesk тоже, да, там рекомендации оставляют, если вы будете делать. Там, на Odesk, на самом деле, есть свои нюансы, которые заключаются в том, что вы, в принципе, можете на фрилансе браться за любую работу. Ну, я имею в виду Odesk. Если даже вы что-то не знаете, просто говорите, да, вот я буду эту задачу делать. Если вы не справляетесь, а вам перевели уже деньги, то вы делаете возврат средств. И если сделан возврат средств, то вам никто плохой отзыв не оставит. То есть, вам будут оставлять только хорошие отзывы. Odesk круче, чем Ulan's. Круче, да. Так, ну, вроде вопросов больше нет. Если будут, потом вернемся. Так, немного еще про Руби. Высокие зарплаты у Руби программистов в Российской Федерации сравнимы с другими языками, иногда даже выше. Востребовано, если вы можете, если зайдете на Абрахабр, например, то вы увидите там несколько вакансий в таком небольшом списке. В Штатах, кстати, в Соединенных, кузнец. Для тех, кто не знает, кузнец работал в себе кузнецом. Полный рабочий день, учился Руби по вечерам и через 9 месяцев нашел работу. Пожалуйста, то есть, все в ваших руках. Работа есть, то есть, возможно. Можно заниматься фрилансом. У меня, кстати, есть хороший товарищ, у которого небольшая компания. У него сейчас около 15 или 20 удаленных программистов. Большая часть из них Руби. Он платит удаленщикам, джуниорам 30 тысяч рублей. Обычно 50, а некоторым 80. Но это такие зарплаты, которые платят российские компании. Другой мой друг работает за 30 долларов в час. Кстати, я и сам работаю за 30 сейчас. Ну, просто у моего друга, у него поменьше опыт. То есть, где-то у него опыт, может быть, от 3 до 5 лет. То есть, 3 года он, как бы так, более-менее знает. Вот. И он получает 170 тысяч рублей в месяц. Живет при этом под Смоленском, в провинциальном городе. И нормально, ему там 170 тысяч рублей в месяц хватает вообще на все. И если вы знаете немного Руби и Релс, то можете заниматься самообразованием бесплатно, выполняя просто заказы на фрилансе. То есть, вы не будете тратить там свое время на обучение, а просто берете какой-нибудь заказ и делаете. Если у вас получилось, то вы получите деньги. Вот и все. Ну, еще в Руби есть такая очень хорошая вещь. Вот, может быть, если кто-то был в Гоа и в Индии, есть Гоа и индийские Гималайи. Вот эти вот места, они отличаются от всех остальных мест в мире. И тот, кто там долго жил, может сказать, что там есть такая вещь, как Spirit. То есть, дух такой особый. И в Руби это как раз присутствует такой Spirit. И это очень чувствуется. Разные тусовки, конференции, локальные метапы, встречи и так далее. То есть, просто узнать Руби и говорить, вот я там написал на Руби, это круто. И вообще, как бы на Руби писать приятно. То есть, Spirit это круто. У многих, кстати, возникает вопрос, как быстро я смогу выучить Руби. Ну, быстро, что такое быстро? Месяц, три, шесть, год. Кузнец, например, за девять месяцев выучил и нашел работу. И учил после основной работы по вечерам. И что такое выучить? То есть, что значит выучить? Сколько людей, например, умеют играть в шахматы в мире? Ну, непонятно. Потому что каждый человек играет по-разному. Я, например, тоже умею. Я знаю правила игры, но если я с кем-нибудь начну играть, наверняка меня кто-нибудь обыграет. Поэтому непонятно, что значит выучить. Кстати, создатель языка, ну не создатель, один из основных, скажем так, контрибьюторов. Можно упростить и сказать создатель языка C++. Когда его спросили, как хорошо вы знаете C++ по шкале из 10 баллов. Он сказал, я знаю его на 8. То есть, на 8 баллов сам создатель языка знает свой собственный язык. Поэтому непонятно, что значит выучить. И непонятно, что значит как быстро. Насколько вы из 10 хотите его выучить. На 10, ну, на 10, наверное, не знает никто. Ну и на 8, наверное, редко кто знает. Достаточно его знать, я думаю, для начала на 3 из 10, чтобы почувствовать такой драйв, который пойдет. И дальше уже вам будет намного проще. То есть, 1, 2 пройти и 3. Дальше все нормально будет. Ну и потом выучить. Что значит выучить Ruby? То есть, выучить Ruby или Ruby on Rails. Если Ruby on Rails, то там нужно будет еще подучить SQL. То есть, SQL, HTML, CSS, JavaScript. Если кто знаком с такими словами, тоже непонятно. Но Ruby и Grape, мы тоже об этом говорили. Не обязательно Rails вам знать. Или Синатра. Ruby и Синатра можете знать. То есть, правильный ответ на вопрос, как быстро я смогу выучить Ruby. То есть, быстро означает до тех пор, пока вы не найдете первую работу. Дальше учиться уже будете на работе. А работа, она зависит, кстати, не только от знаний. То есть, знания это... Они необходимы, но их недостаточно. Как вы ищите работу? Активно? Не очень? Горят у вас глаза или не горят? Это все тоже люди видят. Ну вот, потом... Есть ответы такие на... Есть такие хитрые вопросы на интервью. Которые показывают не только знание языка. То есть, вы можете язык вообще знать там до половины, например. Но если вы отвечаете хорошо на все вопросы, то вас возьмут там разные вопросы. Почему люки делают круглыми? Протестируйте лифт или автомат с Coca-Cola. Мне задавали такие вопросы уже много раз. Потом, может быть, сделаем какой-нибудь бонус-кафт. Такой для устройства на работу. Поэтому, учиться стоит, параллельно посматривая вопросы для интервью и спрашивая себя, знаю ли я это. То есть, смотрите вопрос для интервью и отвечаете сами себе, знаете вы или нет. Вот мой друг, у которого компания там 15-20 человек, он просит на интервью создать блог. То есть, блог на Ruby on Rails. В принципе, блог там создается не блог с буквой K на конце, а блог, в который пишут. То есть, блог создается там, ну, максимум там, не знаю, час на него потратить, читая документацию. Ну, конечно, если я делал это уже несколько раз. Вот, ладно, давайте тогда приступим к установке. Для начала мы поставим Ruby installer. Все готовы? Отлично, ставим Ruby installer. Я его запускаю. Язык не обязательно. Нажимаю ОК. Принимаем лицензию. Жмем Далее. Выбираем вот эту опцию. AdRuby Executables. То есть, язык Ruby у нас будет добавлен в переменную, так называемую, путь, чтобы мы его могли легко запускать из любого места, где бы мы ни находились. А это нам не надо. Вот одну галочку и жмем Install. Ну все, поехали. Джерли бокс. Аналог. Да, это аналог для мака. Но на маке, если вы смотрели видео, у вас уже должно быть все установлено. Так. Все. Ruby установился. Теперь. Ну, по крайней мере, у меня. Надеюсь, что у вас тоже. Пишут, что да. Установился. Устанавливаем. Far. Так. Жмем Далее. Принимаем License Agreement. Далее. Здесь не обязательно. Жмем Далее. И Далее. Аддонс. Сейчас я посмотрю. Сейчас скажу вам. В принципе, здесь тоже ничего не надо. Install. Все. Я нажал Install. У вас, может быть, это по-русски. По-русски и по-английски это не важно. Вот он устанавливается. Руби Майна будет достаточно? Нет. Руби Майна недостаточно. Far. Атавизм. Согласен. Вы потом сможете от него избавиться. Кстати, я могу объяснить, почему нам нужен Far. Дело в том, что Ruby on Rails содержит большое количество разных папок. И вам нужно не только уметь работать с папками и с файлами. Вам нужно уметь это делать быстро. То есть, перенести одну папку из одного места в другое. И не так, что вы будете через проводник выбирать правой кнопкой мыши, копировать, потом вставлять. А так, чтобы это занимало буквально секунду-две. И так, чтобы это было автоматически. Если вы можете так с проводником, то очень хорошо. Но мы поставим Far, потому что многие люди вообще слабо себе представляют, как устроены папки, файлы. И когда дело дойдет до Rails проекта, то будете очень долго щелкать мышкой. И в конце концов запутаетесь. Поэтому лучше поставить Far. В Far все понятно, я вам объясню. И еще одна причина для Far это то, что нам потребуется доступ к консоли. Про консоль мы сейчас поговорим. Так, финиш. У всех поставился Far. Можно продолжать. Ага. Так. Far Manager. Запускайте Far. У меня фар не инсталлится, а запускается. Ну, запускайте его, да. Добро пожаловать в 90-е. Добро пожаловать, да. Но пора привыкать. Пора привыкать. Дайте линк. Линк есть на форуме в разделе про установку. «forum.rubyschool.us». Или просто можете погуглить «FarManagerDownload». Так, скажите, у всех запустился фар? Все поставили, у всех установился. Можно дальше продолжать? У меня маг. У кого маг? Запускайте «MuCommander», который вы должны были поставить. «MuCommander» и «Far» в принципе почти одно и то же. Итак, что же такое «Far»? «Far» — это просто менеджер файлов, то есть замена проводнику Windows. Но это замена с одной очень важной вещью. Это очень важная вещь нам потребуется для программирования на Ruby и для создания Rails-проектов. В «Far» есть консоль. Что такое консоль? Сейчас я вам покажу, как выглядит обычная консоль. Вот так вот выглядит обычная консоль. Вы, наверное, ее уже видели не раз. То есть вам обязательно нужно будет работать с этой консолью. Если вы хотите работать таким мелким шрифтом и чтобы было ничего не понятно, то можете использовать консоль. Но я вам это делать не рекомендую. Будем использовать «Far». В «Far» давайте нажмем комбинацию клавиш Ctrl-O. Я нажимаю Ctrl-O. У нас должен появиться черный экран. Нажимаем Ctrl-O. И если еще раз нажать Ctrl-O, то у нас снова появится панель с файлами. То есть в «Маке», у кого «Мак», тот запускает терминал. То есть консоль в «Маке» — это терминал, а «Мюкомандер» — это как бы отдельно. То есть просто будете переключаться между «Мюкомандером» и терминалом. Вот и все. Итак, когда я буду говорить, что набираем в консоли, это значит, что мы будем нажмем Ctrl-O и будем вводить команду с клавиатуры. Давайте пробуем ввести команду Ruby, пробел минус V. Все ввели. Все ввели команду Ruby, пробел минус V. Если вы видите такое вот приглашение Ruby 2.00, у кого-то там может быть, кто на «Маке», у того может быть 1.9, а на старых «Маках» там 1.8 версия стоит по умолчанию, то это, в принципе, тоже пока нормально. Потом поставим другую. Но нам нужен будет Ruby 2.0 и так далее. Или 2.1 там, неважно. Все, отлично. Далее я объясню, как... Я опять нажал Ctrl-O. Далее я объясню, как вообще работать с файлами и с папками. Это очень просто. Я использую кнопки вверх-вниз, чтобы переместить свой курсор. Вы можете наблюдать, как он ходит. на тот или иной файл. То есть, когда я перемещаю курсор, это означает, что сейчас я с этим файлом что-то буду делать. Вот тут внизу фара есть подсказки. Вот это вот 1, 2, 3, 4 и так далее до 12. Это, на самом деле, означает F1, F2, F3, F4, F5 и так далее. То есть, с выбранным файлом мы что-то сможем сделать. Например, если я сейчас нажму F3, то мы можем посмотреть какой-нибудь файл. То есть, я вот нажимаю F3, вот он у нас открылся. Любой файл вообще можете открывать. Нажмите просто на нем F3. Вот. Если вы нажмете еще раз F3, то можно выйти. То есть, F3, F3. То есть, первая комбинация клавиш я вот напишу в чате. Ctrl плюс О. Не 0. А вторая комбинация это F3. На маке в мюкомандере тоже, кстати, внизу есть подсказки. Только вместо Ctrl плюс О вам надо будет переходить в терминал. Для ввода каких-то там команд. И используйте кнопки вверх-вниз для того, чтобы перемещать свой курсор. Сейчас я перемещаю курсор на две точки. Две точки здесь и вообще означают, что мы переходим на уровень вверх. То есть, вот здесь у нас отображается путь C Program Files Far Manager. Если я нажму на две точки, то мы перейдем в C Program Files. Нажму на две точки, означает, что я с помощью кнопок вверх-вниз переведу свой курсор на эти две точки. И нажму клавишу Enter. Я нажал. Все, я поднялся на уровень вверх. Дальше я опять навожу курсор с помощью кнопок с клавиатуры вверх-вниз на две точки и нажимаю Enter. Мы с вами сейчас находимся здесь в корневом каталоге диска C. Нам надо сюда попасть. Надеюсь, что у вас все получилось. Вот Алексей, кто на Mac, говорит, если нажать F3 еще раз, ничего не происходит. Если на Mac F3 вы нажали, ничего не происходит, нажимайте клавишу Escape. У вас должно окно автоматически закрыться в Mew Commander. Да-да, спасибо, отлично. Итак, мы находимся в корне диска C. Кстати, с помощью мышки я могу тоже перемещать свой курсор. Давайте в корне диска C создадим папку. Кстати, кто не знает, папка, директория, по-английски folder, это все одно и то же. Иногда говорят, создадим фолдер, создадим папку, создадим директорию, создадим каталог. Это все синонимы. То есть, создадим папку Projects. Я нажимаю клавишу F7. Не важно, где у нас стоит курсор, в данном случае будет создана папка на диске C. И ввожу Projects. Вот, посмотрите, как у меня написано. И сделайте то же самое. Как с D на C перейти? Надо нажать Alt F1, если вы слева находитесь. Если вы справа, Alt F2. Кирилл Леонтьев спрашивает. Кирилл, если у вас получилось, скажите нам. Вот кто-то говорит, может лучше в Program Data. Нет, в Program Data создавать не надо ничего, потому что туда далеко добираться. Будем делать на C, чтобы вы не запутались. Итак, создаем. Я нажал кнопку F7. Появилось окно Make Folder. То есть, сделать папку. Я ввел Projects по-английски. И я жму Enter. Все. Вот появилась у нас папка Projects. Мы можем в нее теперь зайти. Если мы зайдем, то там ничего не будет. Потому что папка пустая. Если мы сейчас зайдем в проводник. И посмотрим на диск C. Вот у нас появилась папка Projects. Мы можем туда зайти. Только в проводнике нам надо было нажать кнопку мыши. Потом выбрать New. Потом выбрать Folder. Потом ввести имя. В общем, это большой геморрой. Это хорошо, когда у нас одна папка. А когда надо несколько создать. И когда надо несколько каталогов скопировать. То... Ну, конечно, многие используют проводник обычный. Но пока будем работать с фаром. Итак, Projects. Сделали. И давайте в Projects создадим еще одну папку. Я нажимаю F7. И мы создаем папку MyApp1. То есть, MyApp это значит MyApplication. Ну, это я так придумал. Вы можете назвать как-то по-другому. Это не играет какой-то роли. То есть, MyApp1. Создали MyApp1. Где создавать Мака любом? Делайте в Users ваше имя пользователя. Например, вот так вот мое. То есть, Users. Слэш. Ваше имя пользователя. Слэш. И вот там делайте папку Projects. Чтобы у вас была Users. Слэш. Ваше имя пользователя. Projects. Вот. Да-да. Все правильно. То есть, значок tilde это и есть домашняя директория. Так. Создали MyApp1. Заходим в MyApp1. Дальше мы будем с вами создавать не директорию, а отдельный файл. В этом отдельном файле у нас и будет храниться наша первая программа. Чтобы создать файл в Windows в FarCommander нужно нажать комбинацию клавиш. Жмем Shift и F4. То есть, я нажимаю Shift и F4. У меня появляется такой вот диалог. Который называется Editor. Editor это значит редактор. Нажимаем Shift и F4. И я ввожу имя своей программы. А вы, соответственно, даете имя своей программы. Первой программы на Ruby. Мое имя будет app1.rb. rb это общепринятое расширение для программ на Ruby. Расширение это то, что идет после точки. В принципе, ничего вам не мешает написать вместо rb что-нибудь txt. Но я этого делать не рекомендую. Потому что лучше писать rb. Так будет понятнее. Я написал app1.rb и нажимаю Enter. Вот у нас открылся такой хипстерский текстовый редактор. Такой true текстовый редактор. Кстати, когда я устраивался на работу. Меня спросили, что ты используешь в Windows. Far Commander или Total Commander. То есть, меня даже не давали там выбора. То есть, надо было ответить или то, или то. То есть, если бы я сказал проводник, меня бы сразу отправили домой. Потому что настоящие программисты уже давно поняли, что нужно использовать или Far или Total Commander. Но Far, по-моему, намного проще. Вот. Открылась наша программа. Первое. Пока в этой программе ничего нет. Наша программа располагается вот по этому пути. cprojects.myapp1.rb В проводнике сейчас Скорее всего, ее будет не видно. Сейчас я вам объясню, почему. Если зайду. Projects.myapp. Вот видите. В проводнике ничего нет. Как бы в Far мы создали, а в проводнике нет. В чем же дело? Дело в том, что пока мы не сохранили этот файл на диск. Что надо сделать, чтобы сохранить файл? Здесь смотрим вниз в подсказке. То есть, вот здесь есть подсказка, что если мы нажмем F2, то у нас сохранится файл. Вот в данном случае файл пустой. И у нас будет просто пустой файл. Вот я нажимаю F2. И я уже нажал. Ничего не произошло. То есть, как бы он так сохранил в фоне. Но если мы зайдем в проводник, то здесь мы увидим, что у нас появилась программа app1.rb. То есть, файл уже существует на диске. Дальше давайте напишем такие строки. Puts. Hello. Путс пробел hello по-английски. А hello у нас в кавычках идет, в двойных. Так. Написали puts hello. Если вы не успеваете, напишите, пожалуйста, в чате, чтобы я каждый раз не переспрашивал. Написали puts hello. Смотрим, у нас здесь размер 0 килобайт. То есть, 0 килобайт это потому, что мы еще не нажали F2. Давайте нажмем F2 в фаре. Я нажимаю F2. Смотрим в проводнике. Вот он у нас написал 1 килобайт. Что значит 1 килобайт? 1 килобайт это значит 1000 байт. Но у нас здесь не 1000 байт. У нас здесь байт 10. То есть, мы всего написали. Просто он так округляет в большую сторону. Ошибся немного. Почти на 1000. Ну да ладно. Это же Windows. Билл Гейтс во всем виноват. Любит говорить. Разные ламеры. Так, я нажал F2. Файл у нас сохранился. Теперь я нажимаю Escape. Клавишу Escape. Или вы можете нажать клавишу F10. Вот здесь вот как подсказка есть. Потом все комбинации я напишу на форуме. И вы их себе запишите. Лучше конечно на бумажку их записать. Чтобы они у вас были. Потому что так быстрее запоминается. Я нажал F2 и я нажимаю Escape. Все. Вот наша первая программа. Я поставил на нее курсор. С помощью кнопок вверх-вниз. Я поставил курсор с помощью кнопок вверх-вниз. И вот кстати тут видно уже. Когда я курсор навел в Far Commander. Здесь видно что программа занимает 12 байт. А не 1 килобайт. Как у нас пишется в проводнике. Вот кстати и ответ на ваш вопрос. Почему мы будем использовать только как говорят DOS. только хардкор. Потому что этот DOS как вы его называете. Он намного точнее и намного правильнее отображает разную информацию. В том числе и размер файла. То есть здесь у нас показывается что файл 1 килобайт. А на самом деле он 12 байт. То есть разница такая в 1000 байт почти. Итак первая программа есть. Сейчас ее нужно запустить. Как же запустить Ruby программу? Те кто в Windows нажимает CTRL O. Нажимаем CTRL O. Появляется такой у нас черный экран. Который называется консоль. Те кто в Mac должен перейти в терминал. Переходит в терминал. А кстати нет. В Mac не переходите в терминал. Сейчас мы по другому запустим. Сначала запускаем Windows. В Windows мы вводим Ruby. Когда я ввожу нам фар уже подсказывает что вводить. Но я не обращаю на это внимание. Я ввожу дальше. Ruby. Пробел. АПП 1 РБ. Вот он мне подсказывает. АПП 1 РБ. Я могу кнопкой вниз перейти и нажать Enter. Или я могу сам это набрать. Я наберу сам. АПП 1 РБ. И я нажимаю Enter. Все. Вот. Сработала ваша первая программа на Ruby. С чем вас могу и поздравить. В Mac пока еще поздравлять рано. В Mew Commander наведите курсор на файл. А, нет. На файл наводить не обязательно. Просто перейдите в тот каталог, где у вас находится программа. В Mac введите комбинацию Ctrl R. И напишите Ruby. Пробел. АПП 1 РБ. И нажмите Enter. У вас должна выполниться программа. Вы конечно можете ее выполнить из терминала. Но пока будем так. Вот. Евгений пишет. Ruby-V не сработало. Евгений. Дайте скриншот. Что значит не сработало? Ruby installer. Вы поставили? Так. Евгений. Кстати. Скорее всего вы поспешили и поставили сначала Far Commander. А потом установили Ruby. У вас не добавилось, не обновилась переменная путь. Попробуйте закрыть Far Commander. и запустить его снова. Итак. Вас можно поздравить с тем, что запустилась первая программа. У многих запустилась, потому что, по крайней мере, не пишут ошибки. Вот у Алексея. Который на Mac. Который на Mac. Говорит. No such file. О директоре. Апп.1.rb. Алексей. У вас должно все работать. Скорее всего вы просто не перешли в каталог с программой. А. Алексей. Который на Mac. Попробуйте перейти в терминал. Попробуйте ввести команду вот такую. Сейчас я вам напишу. Сиди. Сильда. Слэш. Юзерс. Ваше имя пользователя поставьте. А. Про. Джек. С. Слэш. Май. Апп. А. Так. Что у нас там? Один. А. Поставьте только вместо журавль. Своё имя пользователя. Потом. Введите руби. А. Апп.1.rb. Апп.1.rb. Если не получится. Введите руби. Точка. Слэш. Апп.1.rb. Все у вас должно заработать. По крайней мере я очень на это надеюсь. А мы пойдем дальше. Если не заработает, я вам помогу. Итак, первую программу мы сделали. Давайте немного ее изменим. Для того, чтобы изменить, я опять нажимаю Ctrl-O, чтобы открылась синяя панель, перевожу курсор на файл с программой и нажимаю F4. F4 это редактирование файла. То есть нажимаю F4 и пишу тут salary и на новой строке puts 1000. А salary это в приводе с английского языка зарплата. Я пишу по-английски, потому что кто-то, если напишет по-русски, там у кого-то на маке может не сработать и так далее, то вы просто знаете, что salary это зарплата. То есть мы пишем salary в кавычках, а 1000 пишем без кавычек. Опять нажимаем F2 и нажимаем escape. У нас программа уже занимает 26 байт. Если мы зайдем в проводник, то он нам будет показывать, что 1 килобайт, как будто ничего не изменилось. Нажимаем опять ctrl-o и вводим ruby.app1.rb. Чтобы это снова не писать, я нажал кнопку вверх. Кнопка вверх повторяет ранее введенные предыдущие команды. Вот можете нажимать кнопку вверх. Она вам подскажет, что вы до этого вводили еще ruby минус V. Если еще нажмете кнопку вверх, ничего не будет. Если вы нажмете вниз, сможете также смотреть следующее. То есть вот здесь я нажимаю вверх, потом вниз. Сейчас я введу команду ruby, пробел app1.rb. И она должна вывести на экран salary 1000. То есть зарплата 1000. То есть первая ваша зарплата это 1000 долларов в месяц. То есть зарплата это как первый этап, к которому вы должны стремиться. 1000 долларов получите. Дальше все будет намного проще. salary 1000. И опять нажимаю ctrl-o. То есть у нас программа вывела на экран salary 1000. Сейчас я посмотрю, что у нас там в чате. Так, сейчас я вывод вам программы покажу, чтобы вы видели. В чате у нас... Вот один 10 тысяч написал. Есть в рубе команда пауза. Чтобы не завершало выполнение до нажатия любой клавиши. Правильно, gets. То, что нужно. Для чего в начале команды ставим ruby и почему цифры без кавычек? Объясняю. Ирина спрашивает. Единственная девушка в чате, между прочим. И никто ей не ответил. Для чего в начале команды ставим ruby. Дело в том, что у нас, если мы посмотрим, у нас есть один файл. app1.rb. Если мы введем просто app1.rb, то у нас произойдет следующая вещь. Windows попробует... Вот у меня появился такой диалог. Windows попробует его исполнить. Но Windows не знает, как исполнять эту программу. Потому что мы ему пока об этом не сказали. А ruby это отдельная программа. В нашем случае отдельная программа, которая считывает вот этот файл app1.rb. Сейчас я его открою, нажму кнопку F3. То есть она считывает вот этот файл. И вот эта программа, которая называется ruby, она исполняет вот этот файл. Поэтому мы вводим ruby и говорим ей, что нам надо исполнить файл. app1.rb. Дальше мы сделаем, чтобы у нас запускалось попроще. Девушка не единственная. Вот еще есть девушки у нас. Тогда нужно объяснить про переменную путь или path по-английски. Как ruby получает имя файла. Да, согласен. У нас, когда мы вводим ruby, когда мы эту команду ввели, откуда вообще берется эта программа? То есть эта программа должна где-то быть. Ну, во-первых, это название без расширения. То есть на самом деле это ruby.exe. Вот это. Вот это исполняется. Просто exe я опустил, чтобы было проще. Вот. И это ruby.exe оно лежит здесь. Сейчас я вам покажу в проводнике, чтобы было понятней. На диске C я открыл диск C программ. А, нет. Вот. Здесь ruby. 2.0.0. x64 у нас сюда язык ruby поставился. В bin и вот здесь у нас лежит ruby. Вот он. Ruby.exe. То есть exe здесь не видно, что он exe. это еще одна особенность проводника. То есть он говорит, что это application. Ну, application это exe. То есть в проводнике ничего не понятно. exe или не exe. У application может быть и другое расширение. вот. Ну, если мы удалим сейчас вот так вот возьму и удалю этот ruby. то если мы потом выполним ruby.probel.app.1.exe точнее rb то у нас будет сообщение об ошибке потому что не будет найден этот файл. А почему ищется именно здесь а не где-то еще? Просто в настройках Windows существует специальная переменная пока я не буду вам ее показывать чтобы не засорять ваш мозг. В этой переменной просто указывается вот этот вот путь. Вот этот путь и при вводе команды Windows просматривает все пути которые там указаны. Если он найдет что-то то он вот из этого пути и вот эту команду исполнит. Вот как мы видим в этом каталоге нет файла допустим xxx какой-нибудь если мы введем xxx пробел app1.rb то у нас напишется что такой программы не было найдено. Пацаны, давайте закругляться и завтра на работу. согласен, что нужно сделать передышку хотя бы потому что человеческий мозг больше 40 минут информацию усваивать не может и ему требуется какое-то время. Давайте сделаем так на сегодня мы закончим. Сейчас сделаем перерыв на 10 минут. Тот кто пойдет спать тот пойдет спать. У кого есть вопросы пожалуйста задавайте. кто хочет еще какие-то ответы услышать я пока уходить не собираюсь могу вам в течение получаса еще что-то рассказать когда следующий урок следующий урок будет как и запланировано то есть 12 говорят может отменим занятия но знаете что давайте отменять не будем потому что будем начинать ровно в 10 будем следовать по расписанию и тогда у нас ни у кого не будет вопросов во сколько мы начинаем и когда мы заканчиваем если вам что-то будет непонятного вы после того как посмотрите видеозапись урока просто заблаговременно зададите свои вопросы придете на полчаса пораньше и я на ваши вопросы отвечу а так посмотрите в записи один раз ничего страшного ну все с этих пор объявляю 10-минутный перерыв до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok